Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш вопрос. Пожалуй, я повторю вслед за своим коллегой Кудряшовым Игорем Леонидовичем вопрос, который он вам задал и на который, к сожалению, вы не нарвите. Но, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что, понятное дело, что вы столкнулись с некоторой моральной дилеммой. Особенность моральной дилеммы заключается в том, что в ней нет четкого правильного решения какого-то. В ней вы можете только либо действовать так, как, например, кажется правильным вам. То есть вы можете действовать по-своему, можете действовать в своих предпочтениях, в своих действиях, в того, что вам кажется правильным и верным. Можете, наоборот, подчиниться каким-то обсовятельствам. Обсовятельство можете принять, условно говоря, в сторону человека, вот, и согласиться с его позицией. Мужчины, которые считают, что поступают абсолютно адекватно, абсолютно корректно и ничего плохого не сделали. Вот, то есть, в первую очередь, то, на что вам нужно обратить свое внимание, это то, что и вы правы, и он прав. Но, вы правы, соответственно, в том, что это подло, ну, если для вас это подло, а он прав в том, что ничего такого в этом нет, если он так считает. Момент здесь в том, что если вы себя пересидите, момент здесь в том, что если вы себя проигнорируете, момент здесь в том, что если вы переступите через себя в этом и решите закрыть глаза на то, что для вас неприемлемо, то в отношениях, скорее всего, счастливыми не будет. Я уже молчу о том, что, ну, если вам как-то это неприемлемо, если вас это задело, зацепило, обидело и унизило и прочее, что абсолютно нормально. Ну, вот, и вы об этом не имеете возможности человеку сказать, к примеру, вот, то это отношение сведет на нет, потому что, ну, получится просто, что вы играете в, ну, в игру, да, вы просто будете играть какую-то роль. Вот, а хотя бы, по факту, да, вы страдаете вам плохо и для вас это неприемлемо, ну, например, но вы пытаетесь, ну, терпите, да, и надеетесь, ну, на что-то условно говоря. Да, надеяться, как правило, с ненастем, потому что, ну, если для человека что-то вот допустимое, условно говоря, да, если для человека что-то вот, ну, что-то приемлемое, условно говоря, то, значит, для него это приемлемо. И, на мой взгляд, требовать, ну, опять же, условно говоря, требовать от мужчины, с одной стороны, быть кем-то другим, кем он не является, это обрекать отношения. Но, постоянный элемент борьбы с одной стороны, вот, а с другой стороны, это постоянно мучить и изнатывать себя, потому что, у вас, например, будет надеяться, что человек изменится, что человек поменяется, что человек будет ввести сюда, как-то вот, по-другому, да, а, ничего из этого может не произойти. Я не говорю, что обязательно не произойдет, но может не произойти. И вот этот момент я бы очень хотел, чтобы вы учитывали, вот, потому что, если на это не обращать внимания, то можно достаточно долго, получается, время пребывать в определенных иллюзиях относительно того, как будут развиваться ваши отношения. Но здесь, а, с одной стороны, моральный выбор. Это очень важный момент. То есть, что вам будет нужна для себя, как мне кажется, определить. А, я как отношусь к тому, что происходит. Я считаю это подлостью. Хорошо. А, готова ли я, например, отвечать за то, что, вот, считаю это подлостью. Готова ли я, грубо говоря, ну, как-то подкреплять, то есть, вот, подлостью, отстаивать эту позицию и так далее. Потому что, если нет, то, как бы, ну, только от того, что вы, ну, бываете этой подлостью, ну, никакого нет, совершенно. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, обращать внимание нужно на это. Это первое. 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 Вы говорите о том, что обожглились. Вы говорите о том, что у вас были отношения длится несколько пять лет, что вы были отношения обожгли. Вы говорите, что не отошли до конца от них, вот. И я вас понимаю в этом. То, что вы не отошли. Но получается, что вы боясь выступать в новые отношения, да, как бы, получается, что вы боясь этого, не раскрываетесь, помню, чтобы отношения вы так создаете впечатление о себе. впечатление о себе. Вы создаете несколько ложных, не только которые, а на самом деле, отражают вас. То есть вы именно словами не настоящие, когда, вот, ну, пытаетесь, ну, условно говоря, что-то контролировать, да, и что там, когда вы пытаетесь как-то абстрагироваться, абстрагироваться, или когда вы пытаетесь найти выход, что-то, что называется. Вот. То есть вы себя предаете. Ну, не готовы вы к отношениям. Ну, не готовы вы к отношениям. Возвращение, очевидно, что вы не готовы и с человеком просто так по-друг по-друге общаться. Но, если честно, я думаю, что дело здесь в том, что вы не признаете наличие каких-то своих чувств и переживаний. Вот. Вы просто их не признаете. Вот. Просто, ну, просто не получается. У вас все их признают. Вот. Вы, может быть, этого не замечаете. Ну, может быть, может быть, есть что-то еще, да, ну, скорее всего, скорее всего, есть что-то еще. Вот. Но мне кажется, что вот ключевой момент в том, что вы не замечаете своих чувств, каких-то вот своих, ну, переживаний не замечать. Вот. И, соответственно, я бы свои задачи видел как раз, как раз научить вас замечать. Научить вас, эм, видеть эти, э, ну, эти вещи. Научить видеть, научить вас видеть, э, некоторые свои, э, чувства, да. Вот. Вот. Как в случае с отставанием с молодым человеком после 5 лет, так и в случае с данной ситуацией, вот, которая с вами произошла. Тоже. Вот. Потому что если бы вы, э, к себе в нем внимательно были, то я, э, вот, рискну, так, предположить, что, возможно, э, эта ситуация бы не произошла. Да, нет. Молодой сейчас человек, он, э, скорее всего, э, так же, э, себя бы и вел, и так же он, скорее всего, и поступил бы, на это вы бы, э, ну, повлияли, э, на это вы бы повлияли, э, на это вы повлияли бы в ряд. Вот. На это, именно. Но, э, э, вероятно, вероятно, э, просто до такого бы не дошло. Так-напросто. Вот. Вот. Если бы вы были внимательны к себе. Поэтому, э, вам больно сейчас, и, э, это понятно. Э, э, поэтому, в первую очередь, э, сейчас нужно вам, э, как мне кажется, помочь, э, прощить вот эти вот негативные эмоции, которые у вас есть, э, негативные переживания, которые у вас имеют. Имеют, ну, имеют место быть. А дальше уже, я думаю, что вы сможете для себя решить, что вам делать дальше и как. Я не, э, 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 сторонник каких-то советов, и не сторонник того, чтобы говорить вам, что вот это вот сто процентов неправильно, а это сто процентов правильно, или наоборот. Мне кажется, что вы можете решить это сам. Сам. Но, сейчас вам больно, сейчас вы сможете, э, ну, вероятно, смотреть на, э, э, ситуацию как-то вот. Но, скажем так, объективно настолько, сколько это может. Вот, и, э, как бы, соответственно, э, это то, что он может сделать психолог. Да, как мне кажется. Вот, а, значит, ну, совершенно очевидно, что у вас есть, как мне кажется, э, определенный страх перед отношением. Ну, даже не перед отношением, вот, наверное, было бы неправильно, так сказать. Вот, э, не перед отношением, возможно, а именно перед, э, э, близостью. А, вы можете сказать ici, ну, э, эмоционально, мыслить так больше населением. А, возможно, что вам кажется и, вот, страст 때. М basically, возможно? Ага, вот. И, э, 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 это очень важно. Ну, вот, важно. он может быть где-то вы сюда и дальше уже смотреть. Что и как можно сделать. Дальше уже смотреть, что и как можно подкорректировать так, чтобы вам было хорошо, приятно, чтобы вам было комфортно находиться в отношениях и так далее. И с чего бы я начал, пожалуй, с чего бы я начал, вот то что вы можете что-то прямо сейчас, это, вероятно, вы хоть что-то ожидали от человека, но я не знаю, например, вы ожидали что он будет вас может быть ждать. А может быть вы ждали что-то еще. Тут нужно разобраться, нужно посмотреть. Вот. И соответственно спросите себя, вот как бы ну, чего вы хотите. Вот. И хотели. И как вы это вероятно. Вот. Ему как-то. Вот. Это очень такой важный момент. Потому что вполне вероятно, что вот у вас просто складывается не тот образ, который вы ну, на который вы рассчитываете. Ну, на который вы рассчитываете. Вот. И в итоге то, чего вы ждете, ожидание реальность не совпадает. Вот. Ну и понятно некоторые, некоторые травмы, которых у вас вполне вероятно, что есть, да? Ну, очевидно. Вот. 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 Друзья, когда вы понимаете, что вы видите, вы видите, растут вы должны выстрять. отнесения. Вот и соответственно нужно на мой взгляд с этим работать также. Вот. Что будем? Ну, чтобы дальше было хорошо. Чтобы дальше было нормально. Знаете? Вот. Поэтому есть что-то, что тянет в... Как бы... В негативной стороне есть что-то, что не позволяет вам быть собой, но это, как мне кажется, вполне себе история поправима, как мне кажется. Вот. Вопрос в том, на мой взгляд, да? Хотите ли вы в этом разбираться? Хотите ли вы, ну, себе разбираться в данном, ну, в данном контексте. Вот. Исходить с вами может помочь. В этом всё. Надеюсь, что это было полезно. Вам желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Продолжение следует...